Здарова всем! Сегодня будем заваривать чай в таком вот чайнике. Я таким пользуюсь пару лет, но вот купил новый, потому что старый, грохнуло пол. Вот так вот, он из очень тонкого стекла. Купил точно такой же фирмы. И сейчас давайте заварим в нем чай, расскажу, чего и как. Даже заказал две штуки, один на дачу. Для чего нужны такие чайники с механизмом слива? Потому что некоторый чай нужно настаивать не 3, не 5 минут, не 10, а в первой заварке по 30 секунд, по 45 секунд, по минуте. И для этого как раз нужен вот такой чайник, у которого имеется слив. Ну, поехали. Значит, сколько я чая кладу? Ну, в данном случае объем вот этой вот чашки, ну, миллилитров 200. На 200 миллилитров, если учесть, что лист еще распухнет, там, ну, я думаю, 8 грамм чая сухого, это будет нормально, 8-10. Механизм фиксации здесь, в крышечке, вот такой вот. Вот, смотрите, это заходит в пазы, вот сюда, и поворачивается. При этом, имейте в виду, что вот эта вот сеточка, она только сейчас такая чистенькая, она со временем становится такой более-менее кричневатой. Это металлическая, очень тонкая сетка. Ну, и как это все работает? Вот эта штука, кнопка давит вниз, давит вот сюда, и эта часть давит и открывает вот здесь вот клапанок, и все сливается вот здесь. Открываем. В комплекте шла вот такая вот лопаточка для чая. Чай у меня сейчас используется Тегуань Ин Циньсян, Южно-Фудзянский Улун. Сколько кидать чая? Имейте в виду, что лист, лист очень сильно раскрывается, поэтому, ну, 8 грамм, 8-10 грамм. Я на глазок, можно, знаете, даже взвешивать, если есть желание. Вот это и еще чуть-чуть. Вот так. Даже, может быть, не многовато, но нормально, нормально. Я, значит, специально взвесил на весах, чтобы показать вам, какой примерно объем соответствует там 8 граммам. То есть на каждые 100 миллилитров воды в таком чайничке заваренном, ну, примерно там 5-6 грамм листа. И я примерно точно насыпал лопаточкой на глазок. Ну, вот это выглядит сейчас вот так вот. Первую заварку мы просто проливаем лист и сливаем это все дело. То есть я сейчас просто наливаю сюда вот у нас полную эту штуку. и просто проливаю. Первую мы просто пролили. Теперь заливаем. Тут есть по периметру крышки уплотнительное такое колечко, но оно все равно не дает... Ну, вот оно такое силиконовое, да? Мы закрываем, оно все равно не дает герметичности, поэтому если мы наклоним сейчас, здесь у нас немножко выльется что-то. Поэтому лучше не наклонять. Итак, ждем 15 секунд. Методика такая. Первая заварка 15 секунд, вторая 30, следующая 45, потом 60, потом минута 15 и так далее. Ну, всего заварок 10, наверное, нормально получится сделать на данном конкретном чае. 10 заварок по 150-200 миллилитров. Все, кстати, прошло 15 секунд. Нажимаем на кнопочку. Чай сливается. То есть, 10 где-то заварок по 200 миллилитров, это 2 литра чая мы получим с этих 10 грамм. Так, вот мы слили. Такой вот вид у нас сейчас все имеет. Снова заливаем. Да. Оп. Закрываем. И теперь ждем 30 секунд. Ждем 30 секунд. Тут у меня часы на кухне висят. И потом снова нажимаем на кнопочку. Очень удобно вот здесь вот этот рычажок расположен. Вообще чайник хороший. Я вот почему это видео снимаю? Потому что, ну, блин, я вот заказал себе, разбил один, заказал себе сразу два. Это, наверное, значит, что чайник реально хороший. При этом я видел не вот этой фирмы, не вот этой вот фирмы, а другой, эти чайники, они как-то чуть похуже качеством. То есть, есть более дешевые. Этот мне вышел где-то в 15 баксов, чуть-то такое. Ну, в принципе, не очень дорого, я считаю, за хороший чайник. Но у него стекло реально очень тонкое. Все, прошло 30 секунд. Снова сливаем. Вот, да, уже сколько чая. Можно это уже нам отлить куда-нибудь сюда. Можно еще одну, я думаю, он вместит заварочку. Уже сейчас на 45 секунд. А сейчас я, значит, покажу распаковку, как он приходит. То есть, у меня было беспокойство, что из Китая такой хрупкий чайник не доедет. Но у меня доехал. Значит, чайник поставляется из Китая вот в такой вот упаковке. То есть, это все пупырки. Оп, они издуваются, если их проткнуть. Доставка была курьерской службой, не почтой России. Это входило в стоимость товара. И, надеюсь, чайник не лопнувший. Вот такой вот чайник. Соответственно, тут еще совочек для чая. Хорошая вещь, полезная. Мне пригодится. И открываем, смотрим, что там за бумажки, этикетки. Такая вот бумажка. То есть, вот здесь вот информация, как наливать, как что. Вот здесь вот какая-то крутейшая схема. Вот, смотрите. Кнопка для воды. Супер материалы. Нижавеющая сталь клипса. Фильтр там, соответственно. Положите немножко чайного листа. Добавьте кипящей воды. Бойлет или кипяченый. Непонятно. И, когда достаточно заварится, нажмите на кнопочку, чтобы отфильтровать это в емкость. Вес 194 грамма. Сам чайничек. И с фильтрующим блоком 273 грамма. А мы продолжаем. Прошло у нас 45 секунд. Я тут еще нарыл, что бывают они разные формы. Бывают в виде стакана, бывают маленькие, бывают большие. У этой же фирмы бывают даже вон стальные. Стальные, наверное, не знаю, тепло хорошо держат. Их... Вот это хороший выбор. Его, кстати, не раскокаешь. Это неплохой выбор. Но здесь объем... Так, надо сливать. Да, еще нет. Но здесь объем... Чашки маленькие у этого стального. Так-то стальное получше будет. Потому что... Не знаю. Я все люблю разбивать, ронять. Вот здесь вот это работает следующим образом. Мы нажимаем тут. И открывается. В данном месте, да? За щелочку. Нажимаем и приоткрываем. Так, вода. Водой я заливаю. Ну, очень горячим. То есть, близко к 100 градусам. И вот на 15 секунд каждый раз увеличиваю. Нулевой пролив, который мы сливаем просто... Он служит чисто там помыть эти... Это весь слив, чтобы он развернулся. Ну, вот в таком стиле. Плюс нулевой пролив тоже хорошо бы секунд 10-15 подождать. Вот. Ну и потом первый пролив 15 секунд. Второй пролив 30 секунд. Третий 45. Ну, и сейчас у нас уже минутный пролив идет. Я сейчас, наверное, заболтался и сделал глупость. То есть... Хотя, нормально. Еще вместиться. Надо мне уже было сливать себе в чашку. Хотя еще, наверное, вместиться вот это все дело. Вот бывают вот такие вот маленькие чайнички, которые... Буквально на одну там кружку, на две. То есть, тут 200 миллилитров и сам чайник. Там на 200 миллилитров. Две заварки в него можно слить. Бывают вообще такие штуки, которые вставляют. Их можно просто в чашку вставляются. Ну, разные варианты. Мне вот самый такой подходящий показался вот этот. Ну, и давайте попробуем слить последнюю. Может быть... Да, сливает. Слушайте, нормально. Ну-ка, пробуем налить. Хорошо. Носик хороший у чайника. Вот мне кореш фотку прислал. Вот в стакан такой, который типа как кружка. Ставится вот такое ситечко с этим же самым чаем. И потом вот можно в пиалу переливать и пить. То есть, это менее запаристый вариант. На одного человека зашибись. Здесь все-таки больше на компанию. Что стоит отметить? То, что вот у нас листа, посмотрите сколько. Он разбух, он почти вот так 8 грамм у нас было. И вот он как заполнил, соответственно, нашу емкость для воды. Как раз хорошо мы наливаем воды примерно под бортик. И у нас вода как раз полностью заливает лист. То есть, 8 грамм в данном случае, мне кажется, оптимально получается. Ну, чай зависит от того, сколько вы настаиваете. Где его крепкость зависит. Но вот я так классическим образом настаиваю. Можно покрепче. У меня вот он такой. Как видите, нежно-зеленый. Можно, я думаю, покрепче настаивать. Если есть желание. Если организм ваш требует покрепче чаю. Очень удобное решение. Берите, советую, побольше объемом на большую компанию. Чтобы вот эта вот емкость. Видите, она тут даже пузатенькая. Чтобы она была пузатенькой. А не вот такой. Такой это для одного человека. Нормально. Конечно, чайник такой. Это не совсем каноничная заварка чая. Но очень удобно. И все комфортно. Это делается. Потом это все выбрасывается. Моется. И вот так можно, в принципе, годами пользоваться. Этот механизм у меня за два года не сломался. У вас скорее чайник разобьется, чем вот этот механизм. Все, в принципе. Всем спасибо. Ссылочки, дополнительные информации в описании. Увидимся на канале. Пока-пока.